Между Брестом и городом-спутником реализован ряд проектов в жилищном строительстве и транспортной логистике. Например, запущен городской автобус «Брест-Жабенко-Брест». В первом девятиэтажном доме районного центра для жителей Бреста выделено 54 квартиры. Следующий шаг – работа с молодежью. Начался он с открытого диалога при участии председателя Брестского райисполкома Александра Рогачука и председателя Жабенковского райисполкома Вадима Кравчука. На встрече делились идеями, мнениями и высказывали предложения о взаимовыгодной интеграции. Так был поднят вопрос о возможности организации студотрядов на строящемся в Жабенко-Детском саду и объявлении объекта областной молодежной стройкой. Наша попытка сегодня собрать молодежный актив Жабенки и Бреста, где-то познакомить друг с другом, где-то обменяться опыт – это тоже часть реализации указа президента о городах спутника. Да, здесь в этом процессе нет понятия, что Брест – это донор, а Жабенка – это реципиент. Здесь, наверное, абсолютно взаимовыгодные интересы. Это позволяет нам решать те же женичные вопросы рядышком с городом. Это позволяет нам ориентироваться на рынок труда с движением из Жабенки в Брест и возможность Бреста в Жабенку. Это все взаимовыгодно, и это мероприятие я позиционирую в том числе в этом ракурсе. Александр Рогачук озвучил идею унесения вахты памяти жабенковскими школьниками. Ввиду небольшой разбежки в датах освобождения Бреста и Жабенки, посчитал возможным провести интеграцию празднования этих дней. Кстати, уже сейчас разрабатывается программа «Дня города Бреста». Впервые состоится фестиваль мод и визит историка моды Александра Васильева. Взаимодействие на уровне молодежи, оно сейчас нужно. Как раз таки молодежь – это что? Молодежь – это инициатива. Развитие инициатив, оно как раз таки и является тем стимулом для развития как города-спутника Жабенки, так и для города-спутника Бреста. В конце 2021 года в Жабенке был возрожден молодежный парламент. Как раз таки присутствовали представители областного молодежного парламента на нашем собрании. И мы хотим как раз таки развивать межпарламентскую молодежную деятельность также. Вот эта площадка, она и послужит той базой для развития дальнейших молодежных инициатив как между Жабенкой и Брестом, так и в целом, как мне кажется, на областном и, быть может, на республиканском уровне. Новые проекты, связывающие Брест и Жабенку, затронут и социальную сферу, культуру, спорт, образование. Прежде всего мы обменялись мнением с ребятами, кто и чем думает, как думает, каким образом поступает реализация иного проекта. Поэтому такой формат позволяет, прежде всего, узнать у ребят их мнение, правильно делается, неправильно делается, а как они это видели бы, как они видят в своем молодежном мире, как это бы происходило. Мы узнали много нового и видим, куда нам двигаться дальше. В ближайшее время постараемся организовать турнир по боксу, в котором примут участие не только представители Жабенки, Каменца, Малориты, Минска и так далее, но, конечно же, и Брещане, потому что ближе, чем Брест, у нас, конечно же, нет. И еще одна встреча с молодежью прошла в стенах Брестской студии телевидения. В самую массовую общественную организацию БРЦМ вступили 25 новых участников, в их числе секретари первичных организаций, сотрудники ведомств, учащиеся учреждения образования Бреста и студенты вузов. Поздравили с важным событием, рассказали о перспективах глава администрации Ленинского района Бреста, а также молодежные лидеры. Это неравнодушные ребята, это те ребята, которые занимаются действительно реальными делами и оказывают поддержку и пожилым, малообеспеченным, нашим нуждающимся категориям. Это ребята, которые участвуют в волонтерском движении, участвуют в студотрядовском движении. Есть к молодежи пристальное внимание со стороны уровня исполнительной власти. Молодежь это чувствует, потому что при вручении даже билетов было... Я ощущал их трепет и волнение. Теперь хочется, чтобы они были, заняли свою нишу, это в волонтерстве, в трудоустройстве, либо в охране правопорядка. Я уверен, что здесь есть достойные люди. Сегодня в Ленинском районе Бреста более трех тысяч, двухсот активистов и восемьдесят одна первичная организация. Какое направление не взять, волонтерское направление, инициативное, там 100 идей для Беларуси. У нас в Брестской области есть множество примеров молодых людей, которые в достаточной мере реализовали себя. Это и победители республиканских конкурсов, как и студент года, например, как и 100 идей для Беларуси. Наши молодежи в спортивном плане тоже себя довольно-таки на хорошем уровне реализуют. Молодежные билеты – символ начала активной деятельности в рядах организации гражданского становления при общении к общественной жизни города. Молодежные билеты – символ начала активной деятельности в рядах организации гражданского центра.